Всем доброго времени суток! Меня зовут Аная. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером Школы Белого Лутасца, Белым Магом и Бионергетом. Это видео я хочу посвятить духовному разбору того, как манипулирует человеческим сознанием черная магия и воздействие различного рода, социумные и матричные, побуждающие людей входить в некую манипуляцию, в результате которой их сознание, их энергии, их силы используются. Такое вот долгое вступительное начало, не знала, как обозначить эту тему. В общем, как вы знаете, я очень много говорила о такой тематике, что у человечества присутствует раздвоение личности, но можно сказать даже больше расстроение, расчетверение. Говорим одно, думаем другое, испытываем третье, делаем четвертое. И вот в этой каше очень легко разделять и властвовать, разделять людей между собой, понимание, различные аспекты. Вы знаете, что я в последнее время углубилась в эту тематику понимания, как людям прошивают те или иные конструкции. И скорее мы с вами больше, наверное, займемся именно НЛП, кодировка и сознание. То есть у меня последние лекции посвящены в большей степени, не все, конечно, но в большем объеме, так как общее течение, НЛП, кодировка сознания. Потому что вот эта вот система, при помощи которой нас обрабатывают, система переворота понятий, изменение значений слов, изменение норм морали и принципов, она используется как оружие во многих своих формациях. И здесь, наверное, огромное количество направлений, которые можно изучить. Проблема в том, что и в магии, в эзотерике это особо глубоко используется, потому что эзотерика это один из инструментов духовного воздействия на ваши глубинные непонимания внутренних состояний. И, к сожалению, у нас нет ни одного общественного института, куда бы вы могли бы попасть со своими проблемами внутреннего плана, где вам действительно бы дали какое-то направление и возможность избавиться, излечить, решить эту проблему. В основном есть направления искажающие, ну вот мы берем только психологию, классическую религию. Как вот я ситуацию одну недавно смотрела, там девушка молодая объясняла, вот к 23 годам она добилась очень многого, развилась как творческий работник, как дизайнер. У ней там какая-то своя компания уже была, микробизнес какой-то, и в 23 года она уже представляла свою продукцию на достаточно высоком уровне в Москве. И дошла до такого состояния, где у нее много друзей, окружение хорошее, живет в Москве, в центре, в самом, на чистых прудах. У ней там своя компания, занимается творческим, любимым делом, представляет себя. И ей все люди говорят, вот, конечно, все хорошо у тебя в жизни, но у тебя какая-то огромная черная дыра, внутренняя, духовная чувствуется. Ну, не духовная, как они сказали, психологическая огромная дыра, и вот это ощущается. И при всем том, что у тебя есть абсолютно все в жизни, у тебя вот это состояние такое, внутренние потерянности гигантские. Она начала об этом задумываться, да, действительно, я это чувствую, это ощущаю. Вроде все складывается, все дается, внешняя атмосфера, она как-то вот складывается, а внутри там пустота, потому что вот это как раз-таки отрицание того, что у нас баланс возникает между внешним и внутренним, а не только через внешние достижения. И она долго думала и решила обратиться в религию, и, собственно, стала монахиней в 23-24 года. Она решила посвятить себя этому. И вот, я думаю, несчастный человек, какой уровень самосознания, развития интеллекта у нее был, что, в принципе, реально некуда податься. Да, у нас большая иллюзия в плане внешностных достижений присутствует. Люди думают, что чем выше внешностные достижения, тем более достоин человек. Но не понимая, что достоинство человека не во внешних достижениях, а в балансе между внутренним состоянием и внешних достижениях. И этот баланс может быть на разной грани. То есть некоторым людям, даже если они имеют возможность внешне создать вокруг себя какую-то реализацию, им не нужна такого уровня реализация. Им нужна реализация уровня ниже, потому что при более высоком уровне реализации они теряют многие моменты внутри себя, отдают их жертву, привносят их на пьедестал вот этой внешней реализации и теряют свою душу. То есть по кусочкам отдают свою душу, продают, в общем, ну может так образ, кстати, это называется продажа души матрицы, если рассматривать с точки зрения эзотерики более подробно. Но с точки зрения поверхностного такого матричного ума, можно сказать, что человек по куску разрывает себя, кладя это на пьедестал реализации. Не у всех людей так получается, но у некоторых так получается. Не знаю, насколько большее количество людей. И в итоге, когда он достигает эту внешнюю реализацию максимум, выжив из себя, у него внутренне это все разорвано. И кажется, что раз внешнее есть, значит все отлично. Но нет. Получается, этому человеку во внешней реализации нужно опуститься на ступень 2 ниже, потому что только так он где-то вот ниже, меньше ответственности, меньше работы, меньше определенного взаимодействия и контроля над внешней ситуацией, он сохраняет внутренний баланс. И вот находясь на этой чаше весов 50 на 50, человек понимает, что основной целью жизни является достижение счастья, а не внешностные какие-то атрибуты богатства, материального достатка и так далее. Да, это все нужно, но у каждого вот этот баланс, он разный, как и материальный достаток. То есть у каждого есть не то, что ограничитель, а тот уровень, который он может достичь при своей жизни, или который он уже достигнет с учетом насилия и издевательства над собой. И вопрос, надо ли это? Потому что все-таки внутренний баланс-то, он не просто так возникает, не потому что человек в чем-то нуждается, но ему так спокойнее. Нет, мы как раз говорим не про элемент комфорта, страх, трусости и так далее. Мы говорим про естественное нормальное состояние. Вот для естественного нормального состояния человеку не всегда много-то и нужно. Кому-то больше, кому-то меньше, в зависимости от характера, сознания и так далее, но тем не менее. То есть когда мы сохраняем этот баланс, мы сохраняем внутреннюю самость, мы понимаем, что у нас с вами жизнь строится через внутреннее восприятие и состояние. Важно не, что вы достигнете, ни с кем вы будете жить, ни какие вы деньги заработаете, а какое вы при этом будете испытывать состояние. Да, наше состояние зависит от материальной среды, даже неправильное слово «зависит» наше состояние отражения материальной среды. Скажем, мы пришли в материальный мир, мы отражаем все, что здесь происходит. Скажем, определенный уровень достатка, определенная среда жизни и деятельности, она отражается у нас внутри. Да, действительно так, то есть мы поменяем среду, там какой-то другой будет процесс внутри происходить. Но речь не про это, все равно у человека есть всегда выбор. Если он находится в какой-то среде неблагоприятной для себя, он может ее поменять, пусть с усилиями, но поменяет. Человек выбирает, он меняет среду, меняет внутреннее состояние. И да, внутренние потребности тоже могут измениться, но это выбор, это вопрос номер два. Поэтому мы поделим внутреннее счастье на тот порог, который нам необходим, при котором мы уже не нарушаем свою волю, и на наш собственный выбор преодолеть этот порог. То есть это два разных момента, но все это я говорю, конечно, про здоровые психические аспекты внутри. Потому что очень часто многие люди цитируют мое видео, оправдывая свои больные моменты, и я никак не могу с этим побороться. Я уже стараюсь много информации давать, как это проанализировать, как проверить. Но, к сожалению, если человек хочет оправдать свои недостатки, свои проблемы, он находит способы для этого. Очень многие мою теорию используют для оправдания своих больных, гнилых аспектов внутри. Но никак, конечно, не для понимания чего-то сверх того уровня, в котором они находятся. То есть переломные какие-то моменты, которые переламывают и ведут вас вверх. Поэтому постарайтесь мыслить не с позиции того, как вам комфортно и удобно встраивать мысль, а с позиции того, как эта мысль могла переломить бы вас, чтобы поднять выше, выйти в другую сторону. В данном случае всегда нужен проводник, потому что человек, как правило, может свою мысль завести в любую абсолютно сторону, и он не понимает, ну не то, что такое хорошо, что такое плохо, он не понимает, насколько эта сторона корректна, что ли. То есть нужен наблюдатель всегда со стороны, нужно птичий полет, нужно смотреть сверху, нужно смотреть на карту свыше. Поэтому я всегда рекомендовала, если уж вы используете мои цитаты и мои фразы и так далее, старайтесь ориентировать на то, как я их понимаю, на то, как я это вижу, чтобы я была как, я не знаю, некий там силосвыше, который смотрит сверху, и если вы неправы, подравнивает вас и выводит в другую сторону. Я для этого открыта, для этого у меня работают все энергии, но для этого нужно быть готовым принимать то, с чем вы не то, что не согласны, а что вам тяжело принять. Потому что природа несогласия, нужно ее выяснять обязательно. Но, как правило, она проистекает из некоторых моментов. Либо страх, дискомфорт, страх потерять какие-то свои установки, либо непонимание, неосознанность в том, к чему ведет та или иная мысль. Нужно разбираться. В любом случае, у человека, у которого чисто искреннее намерение сделать что-то хорошее, ничего плохого быть не может в подаче информации. А у человека, у которого искренним намерением является что-то непонятное, плохого информации может быть очень много. Да, всегда я вас учила разбираться в мотивах человека. Что важно не поступки, не их видимость, а мотив. Почему именно так человек поступил, из-за чего. И вот мы подходим к этой теме более глобально. Потому что в этом видео я хочу рассказать вам, дать одну технику, технологию, при помощи которой вы сможете вычислять отчасти, опять же, кусочек, крупица намерений человеческого, восприятия человеческих поступков. Потому что сколько показывает практика, никогда не поймешь, прав человека или нет. Кстати, используют как раз таки это в технологии манипуляции. Потому что человек всегда поступает в контексте чего-то как-то. Его поступки всегда чем-то обрамлены. Нету просто поступка. Ошибка в том, что когда мы анализируем свои поступки и поступки других людей, мы их анализируем с точки зрения конкретного поступка, вот прямо в одной точке, оторванного от конвы всеобщей. Запомните, оружие лжи – это отсутствие информации и оторванность. А сила правды и истины – это целостность. Если вы хотите, вот как человек хочет разобраться в правде, он изначально старается собрать как можно больше информации. Чем больше информации, тем яснее правда вскрывается. Даже больше вам скажу, правда – это такой инструмент, который автоматически всплывает, когда ты знаешь все. Но если ты все не знаешь, если ты максимально много информации собрал, процентов 70 всего, то правда уже начинает всплывать. Вот почему деструктивные люди, у них свойство всегда скрывать что-то, не договаривать, держать дистанцию, создавать дополнительные границы. Они любят меньше говорить, меньше рассказывать, меньше объяснять, потому что это оружие лжи. А правдивые люди, наоборот, они все говорят, всегда все рассказывают, прямолинейные, открытые, ничего там от них не скрыть, вернее, ничего они скрыть не могут, и всегда все говорят. Имеется в виду, опять же, в честном, искреннем аспекте. Потому что есть лживые люди, которые очень много говорят, они говорят неправду, но у них такое оружие, это как можно больше лгать. Как им называется, чем больше ты налил всего, тем больше ты залил глаза. То есть это очень часто путают с искренностью. Искренность это не постоянное болтование. Есть люди искренние, которые тоже редко говорят. Искренность это, когда человек ничего не утаивает вообще. Если уж его спросили, если он заинтересован ответить, и если человек, которому отвечает близкий человек, он ответит. Но и в любом случае искренние люди все равно больше отвечают. Они стремятся, почему они так делают? Потому что они стремятся к правде. Потому что их задача вскрыть правду, как можно больше правды. Поэтому они делятся информацией. Вот я рассказывала свою информацию, ты расскажи свою. Но люди лживо-лицемерные либо информацию скрывают, либо искажают, либо все время они дробят ее на части, на части. Вот это вот. Когда с вами в беседе человек начинает говорить частями, не все рассказывает, там что-то скрывает, очевидно, что он пытается создать какую-то лживую конструкцию, выстроить, потому что ложь только на этом и строится. Люди деструктивно не понимают этого. Им кажется, что если они все будут рассказывать про себя, они обнажают какие-то свои слабые моменты. Но правда в том, что единственное, что они могут обнажить, это правду. Вот больше они ничего не обнажают. Вот что есть, то есть. Если им правда неинтересно, если они не хотят с собой настоящими взаимодействовать, то им страшно это видеть. А люди, которые стремятся к правде, им не страшно это видеть. Там нет ничего страшного. Ну вот я такой, какая разница. Это как будто я стану другим, если я не скажу об этом тебе или тебе. Как будто если я не сообщу каким-то людям, я буду другим. То есть, а если эти люди увидят, что я такой, а я такой есть, они мне об этом скажут, ну и что? А вот если они мне скажут, что другое, вот я такой, а не солгут мне? Вот тут уже вопрос к ним возникает. Но однозначно не ко мне. Тем более, что чем человек больше говорит, тем больше он понимает. Помните, я говорила, что надо выговаривать, говорить, в плане не вываливать свое, как говорится, всем подряд. А анализировать, рассуждать, много раз говорить, рассказывать. Чем больше ты как-то вот все это обсуждаешь, рассказываешь, тем больше у тебя вот это поднимается. Ты себя даже начинаешь понимать в своих собственных разговорах. Это стремление к правде. Люди, которые стремятся к правде, всегда рассуждают, анализируют, много говорят, общаются, выходят на контакт, выходят на разговор и стремятся все обсудить, обговорить. За исключением мощных лживых агентов, которые тоже стремятся поговорить, выйти на разговор, все обсудить, но их задача манипулировать. Внешне выглядит одинаково, но мотив разный. Вот мы с вами к этому подходим. Я всегда пытаюсь объяснить, что важно не поступки. Они сами по себе не такие уж ужасные и не такие прекрасные. Потому что люди хорошие поступают тоже в внешние поступки, делают непонятно, как их расценить. Думаешь, ой, что же он так плохо поступил. А потом, когда понимаешь мотив, для чего он так поступил, понимаешь, что он правильно и поступил. Что иногда вот надо хорошо, иногда плохо поступать с точки зрения общей морали. Но все это воспринимается не привязанно к одной ситуации. Нам нужно полностью картину увидеть. Вот когда мы начинаем разглядывать картину полностью в какой-то конкретной ситуации, нам, конечно, нужно знать мотивы, мысли, поступки каждого из людей, участников. И люди этого не рассказывают. В основном все лгут. Ну, единицы там какие-то правдивые могут что-то рассказать. Или кусочками частично все это рассказывают. Грамотные люди, которые анализируют уже психику, психологию, методами владеют. Это НЛПшники тоже, я их так называю. Они уже обращают внимание даже не на то, что человек говорит, а на то, как он говорит. То есть, как у него движение происходит, как у него, как я вот эту передачу смотрела, рассматривали, не рассматривали, а рассуждали над каким-то заявлением политика американского. Ну, там американские я передачи смотрю в переводе, и там какой-то политик выступал. И он говорит какую-то чушь, дичь какую-то несет. Ну, в общем, по речи понятно. И в конце он посмотрел вниз, и эти ведущие посмеялись. Говорят, вот смотрите, он несет полную дичь. Он даже посмотрел вниз, это означает, что он лжет в данный момент. Это просто сегмент, ну, вы знаете, как движение тела отображает нашу психологию внутреннюю. И даже движение тела говорит о том, что он лжет. И сама речь говорит о том, что он лжет. И говорит, какая полная дичь. Даже сконтролировать себя не могут, когда врут. Но это уже, когда в огромной степени лгут, там уже действительно человек не может себя контролировать. Обычно среднестатистические люди, они себя все-таки контролируют. Речь идет не только о каких-то движениях тела, то, что изучается, какая отдельная наука. Кто-то ее признает, кто-то не признает. Хотя НЛПшники и люди, которые при правительстве, при каких-то секретных организациях, они этим, конечно, пользуются в полной мере вообще на все 100%. Пока другие там про что-то рассуждают, у них там и магия, и эзотерика, и сверхспособности. И инопланетяне, все у них там есть. Но речь даже не про это. Речь про какие-то мелкие поступки, про какие-то детали, про какие-то мелочи. И вот есть какие-то элементы поведения, на которые ты можешь сослаться и точно сказать, что человек врет. Даже не дослушав его речи. Уже я, допустим, выявила это даже на своем опте. Не знаю, там каких-то конкретных учений, теорий. Может быть, я их не изучала так глубоко. Но уже опираясь на свой опыт, общаясь с огромным количеством людей, все равно, знаете, опыт набирается, когда ты с людьми общаешься. Я выявила вот некоторые моменты, которые вот точно. Человек вот сказал одну фразу. И я вот уже с точностью по всему предыдущему опыту, по следующему и будущему вижу, к чему это приведет, что это означает. Что он там лжет, что он скрывает, ли он там злится и так далее. И несмотря на то, что внешне на данную точку момента ничего не сказать. Это потом проявляется со временем. Потому что когда уже там проходит какой-то период времени, ты уже видишь реакцию, уже какое-то проявление. И ты думаешь, ну, все понятно, так я и знаю. И одним из таких моментов является желание скрыть информацию, не договорить, не разговаривать, как можно меньше разговаривать. Особенно такие люди очень сильно боятся меня. Они всегда избегают, придумывают миллиард себе оправданий. Почему? От велика до мала. Там от того, что я либо злая или плохая. Либо наоборот, у меня суперэнергия, я супермогущная, слишком сильная. Со мной невозможно разговаривать практически как с президентом Путина. Я думаю, конечно. То есть какой страх присутствует просто поговорить, приблизиться, высказаться. И чем больше человек погряз в ложь, тем больше у него страх, они от меня отходят. Мотивы оправдательный миллиард, но право в том, что они тупо боятся подойти и поговорить, или говорить в принципе, обсуждать, решать проблему через разговор и разговаривать несколько раз. Конечно, у меня уже вот эта энергетика, она выработалась. Я не позволяю лжи проявляться в своей атмосфере, в своем окружении. Я это излучаю, люди это чувствуют, это многих пугает, кого-то злит, кто-то перебешивается, кто-то придумывает тысяча и одну теорию, почему я его злю, но он при этом не виноват. Но правда такова, она одна, собственно, ее понятно, ее видно. Тем не менее, есть и другие моменты, по которым мотивы человека можно выявить и понять, почему он себя так ведет. Я даже некоторые в других видео перечисляла. Вы будете смотреть мое видео, я везде периодически уже из своего опыта выкладываю какие-то фразочки, аспекты поведения, которые вот стопудово, это уже все человек в левак ушел, вот там лево полностью, ну буквально по каким-то деталям, и оно всегда подтверждается, уже спустя годы и будет подтверждаться. Ну понятно, потому что правда не терпит ограничений информации, потому что правда рождается только при полной известности всей информации. Поэтому всем, кому она нужна, они максимально к этому стремятся. Они максимально открыты, разговаривают, постоянно стараются, как-то идут на контакт, и никакие оправдательные элементы их от этого не удерживают. Но вот что касаемо мотива человека, там уже немного сложнее, потому что мотив человека мы никогда, запомните, не вычислим, пытаясь рассмотреть только одну ситуацию. То есть если вы рассматриваете конкретную ситуацию, вот сейчас он там поступил кто-то, или вы поступили вот в данной ситуации, не позвонили, не пришли, и вы выясняете, кто прав, кто не прав. Вы никогда это не выясните в рамках одной ситуации, потому что человеческое поведение проявляется линейно в процессе жизни. И одна ситуация, это капля в море, но она всегда дополнение общей картины. Поскольку она является частью общей картины, если общую картину не видеть, одну ситуацию можно извратить, искрутить, вывернуть, оболгать, сманипулировать. И в итоге люди попадают вот в эту вечную тюрьму манипуляции, вечную тюрьму управления ими, кручения-верчения, из которой они никогда не выходят. И здесь идеология а-ля духовности как раз-таки искаженная, помогает в этом. Находись только в моменте здесь и сейчас. Почему-то это переносит в анализ ситуации. Потому что анализ ситуации и нахождение в моменте это разные вещи. Нахождение в моменте это умение выражать эмоции, чувства, искренние и нормальные, целостно и полноценно реагируя на происходящее. Это понимание себя, понимание своих мотивов, но это все-таки высокий уровень осознанности. И это вовсе не про, опять же, выражение всего, что у тебя там накопилось непонятно чего. То есть режим помойки это не показатель духовности. Почему это все путают всегда, я никак не могу это понять. Потому что духовность все-таки про осознанное самовыражение. Это когда ты понимаешь, чего ты хочешь, ты понимаешь, что тебе нужно, зачем и почему. И когда ты выражаешь какую-то эмоцию по отношению к человеку, ты понимаешь, что тебе от него нужно. И что он тебе может дать. Там просто глубочайший анализ такой бешеный. Он присутствует на бессознательном уровне. Бессознательно мозг уже все это решил. Это верх интеллектуального развития. То есть в любом случае на уровне, когда человек не знает, чего хочет, не понимает, просто выражает, не понимает, для чего ты это выражаешь. Что от него ты хочешь. Почему ты ему это выражаешь. Если человек не может вот это все ответить на эти вопросы, то это называется, вот у него режим помойки включился. Это не про вопросы свободы, это не про вопросы самовыражения. Но что касается намерений и мотивов, обычно они проявляются далеко не в одном поступке. Потому что мотив человека формируется на протяжении его жизни. И реализуется не всегда в одной точке, а в нескольких одновременно. Если мы хотим рассмотреть, что из себя представляет человек, или даже себя хотим рассмотреть, то нам с вами нужно научиться рассматривать мотив. И вот тут я вам хочу дать одну технологию очень интересную, которую я недавно узнала. Надеюсь, она вам поможет, если вы ее верно и корректно поймете. Значит, мы должны с вами для того, чтобы понять мотив человека, мы должны с вами использовать шкалу времени. Вот пространство и время подключить необходимо. Это, я не знаю, 3-4 измерения или 5-е пространство и время. Я не буду сейчас переключаться и путаться, потому что с доской мирностей я еще не разбиралась. Хотя, наверное, стоит, может, на следующий год разберемся. В этом году все-таки я взялась разобраться с конструкцией тонких тел, потому что меня просили. Я составила некий каркас того, сколько тонких тел у человека, за что каждое тонкое тело отвечает в нашей жизни, зачем они нужны и как мы с ними взаимодействуем. Слава богу, чтобы какое-то понимание было. Вот, наверное, про мерности. Это уже алгебра, это уже глубокая алгебра, там какая-то геометрия, там где-то близко. Мы, наверное, с вами займемся позже. Но, тем не менее, если вы добавите шкалу времени к пониманию человеческого мотива, то все встанет на свои места. К примеру, вот я вам сейчас дам технологии. Представьте, абсолютно любой поступок человека, как какой-то энергетический всплеск определенной частоты, цвета, запаха, звука. То есть, каждый поступок человека, он обоснован его эмоцией, мыслью, его картиной мировоззрения. И он имеет определенную свою частоту. Можете цветовую, если вам сложно как частоты это обозначать. Можете как цвет. Все равно спектр цвета, он бесконечно огромный. Можете просто как энергию, особо индивидуальную как-то обозначить, просто как энергию. Без цвета, без звука, если вы так чувствуете, если вы не воспринимаете цветовые и звуковые композиции. Не важно, у каждого свой элемент восприятия. Помните, я вам рассказывала про раскрытие врожденного видения, про то, что каждый по-своему видит. И не обязательно мы все должны видеть цвет, звук, картинки и так далее. Но, тем не менее, находите свой элемент восприятия и восприняли поступок человека вот в данный момент, в каком-то конкретном контексте, как вот, но я буду про цвет, мне на цвет легче ориентироваться. Вы можете что угодно представить. Как конкретный цветовой палитру, шарик такой энергетический цвет. Теперь представьте, растяните шкалу времени, прошлое этого человека и будущее этого человека до финальной цели. Вот эта вот энергия, она же как химия некая. Это как атомная реакция, не знаю, или еще что-то. Если она будет продолжать двигаться с определенной скоростью, с определенным тембром, она приведет к какой-то цели. Это как вот если сверху течет вот река, да, а там гора вниз. Вам же не ставит много ума понять, что как только эта вода дотечет до горы, она вниз течет. Вам это понятно? Что неизбежность того, что река течет здесь, будет то, что она окажется скоро внизу. И если бы вам кто-то сказал, о, вы великий провидец, вы бы подумали, да, вот и провидение. Это интеллект, разум, да. Вот, собственно, поступки человека можно рассудить точно так же. Некоторые вещи вам понятны, да, когда это сильно социальные поступки. Человек, когда совсем уж на дно опустился, понятно, что это ни к чему хорошему не приведет. Мы тоже уже понимаем это, что вот если он продолжит так двигаться, то это ничего хорошего не будет. Но что касается среднестатистических поступков, обычных, которые еще можно вписать даже в нормальные, в хорошие, тут мы сразу теряем вот эту грань. Они тоже к чему-то все приводят. У них тоже есть линейная линия, к которой они все приходят. И вот если вы представите этот поступок, во-первых, как энергию с определенной движением, посмотрите в прошлое, где она там зародилась, почему она с какой скоростью начала двигаться, эта энергия, почему она обрела такой цвет, почему она обрела такую скорость. И дальше будущее. Вы смотрите, представляете, визуализируете до конца, куда эта энергия придет в итоге, во что она превратится и чем она станет. Посмотрели эту всю шкалу, вы во всей временной шкале увидите в принципе, что из себя эта энергия представляет, потому что истинно ее представление можно увидеть в процессе начала и конца. Это как, я не знаю, фильм такой был, помните, про инопланетян, которые прилетели, начало... Не, не, не начало, у меня все к началу сводится, да, фильм начало. Ну, в общем, про контакт с инопланетянами, которые общались через кольцообразно во времени. То есть они от начала до конца какого-то временного отрезка видели всю ситуацию, и когда они изъяснялись, у них механизм мышления был изъяснением уже всей временной линии. То есть мышление у них было в процессе всей временной линии. Вот примерно то же самое вам нужно будет сделать, только немножко упростив это. Если вы представите эту энергию от начала до конца, во-первых, вы ее увидите как саму энергию во временной линии. Когда увидите ее как целую конструкцию временной линии, вам будет понятно, что это такое вирус, программу, потому что она будет видна. Вот эти программы, вирусы во всей временной линии, если представить от начала из-за рождения до цели финальной, то мы с вами видим задачи программы. То есть она была создана для проведения финальной цели. И мы тут же видим эту программу. Это может быть черта характера, поведение, какой-то элемент, который присущ человеку. Мы можем увидеть, что вот в человеческом поведении есть, скажем, такая установка, которую он считает нужным реализовать, несмотря ни на что по своей жизни. И дальше мы видим финальную цель, мы видим, к чему эта программа приведет. К чему она настроена привести. Там разрушение, нападение, там разрушение своей жизни или еще что-то такое подобное. Мы видим финальную цель этой программы, что-то там уничтожить, к примеру. И дальше мы увидели, что это все проистекает из одного поступка человека, мы увидели, который сам по себе даже не то, что плохим, а хорошим считается. Он пошел и помог человеку. Но вы там почувствовали какие-то эмоции, если вы чувствуете. Обычно люди матрично ничего не чувствуют, они тупо анализируют, вот хорошее действие – хорошо, плохое действие – плохо. Такая, знаете, 2-0, 1-0, 2-0, потом error, fatal, 404. То есть они не могут анализировать поступки, которые сложно математические. Вот типа подарил конфетку – хорошо, отобрал – плохо. А человек подумал, отобрав, подарил конфету, да, и уже все, fatal error. Непонятно, плохо это было или хорошо. Потому что в данном случае человек уже осознанное действие совершил. А вот этих вот ботов, у них fatal error происходит. Но имеется в виду, я не оскорбляю конкретно людей, ботов. Я имею в виду, у каждого есть такой элемент ботности, когда человек не обладает собственным мышлением, когда он просто мыслит вот этими клише. То есть у вас этот элемент бота, он тоже присутствует, вот это вот клише. Значит, когда у вас fatal error. И вы не можете объяснить поступок человека, его действия, выходящие за рамки. Хорошо – плохо. Дал конфетку – хорошо. Отобрал – плохо. Отобрав – дал, fatal error. Все непонятно. Хорошо – плохо. Наверное, лучше – плохо. Если fatal error, то обычно – плохо. Потому что если непонятно, то плохо. Это психология человека такая. Понимаете, что все, что ему непонятно, он считает злом. Хотя на самом деле все, что ему непонятно, может быть и злом, или добром. То есть там все по-разному. Это может быть хорошо, а может быть и плохо. Нужно все-таки понять и разобраться. И вот чтобы выйти за вот эти вот границы того, что означает каждый поступок, нужно посмотреть мотивацию поступков. И выяснишь, что один человек может помочь из доброты душевной, а другой может помочь, потому что ему хочется самоутвердиться. А третий хочет помочь, потому что он хочет спрятать свою ложь внутри, и там, что он из себя представляет. Он хочет казаться добрым. И он это делает для себя, а не для других людей, а для сохранения своей картины мира. Четвертый может помочь, потому что тому, кому он помогает, он видит, что тот верит в хороших людей, он для этого ему помогает, чтобы вера того подтвердилась, а он сам это делает для того, чтобы подтвердить его веру. То есть он это делает с выгодой еще, с какой-то для себя. Вот ему нужно ходить, эти веры подтверждать. Ну там для чего-то. Может он там подпитку какую-то имеет, или может он какую-то работу духовную выполняет. Это про веру. Про плохие моменты есть тоже у человека какая-то там вера в какие-то неправильные аспекты, и другой человек, когда видит, что у него есть потребность подтвердить эту веру, он ему подтверждает, чтобы усилить вот этот неправильный аспект в первом человеке, потому что он служит на темной силе, и его задача, если он видит, что там колеблется вера, нужно ее подтвердить. Многие люди вот так дружат на самоутверждении, самоутвердиться. Им нужно у них дружба а-ля подчеркнуть и поддержать все свои деструктивные конструкции, потому что если они идут в реальный мир, там тут же выясняется, что то, во что они верят, то, что они считают правильным, это неправильно. У них много заблуждений, с этим надо работать, это нужно лечить. Но они вместо того, чтобы это делать, закрываются в иллюзию, находятся подтвердители их иллюзий. И вот когда такой альянс создается, типа псевдо-дружба, на самом деле это вообще не про дружбу. Это про взаимоподдерживание различных разрушительных конструкций, при этом люди деградируют полностью, и они друг другу портят жизнь, потому что по факту помочь человеку поддержать его неправильное мировоззрение, которое разрушительно для него, это не есть помощь. Да, человек при этом в иллюзиях находящихся будет благодарный и рад, потому что лесть и вранье его поддерживает. Он типа внешне будет рад. Ты будешь думать, о, смотри, я делал действия, и он рад. И вроде все хорошо поверхностно выглядит, там сверху же никто не будет со стороны разбираться, будут копать. И не всегда это возможно, они еще врут там всем, притворяются. Ну а по факту то, что ты сделал человеку, это не просто медвежья услуга, это издевательство над ним, унижение, и это не про дружбу. Это выгодно с целью получить для себя какого-то подтверждения и ему это подтвердить. То есть дистрактные силы, они вот очень часто создают такие парные, дружно-истоственные союзы, очень много, где вот два человека друг к другу подливают, вот это вот, скажем, не знаю, как назвать, Г, они поддерживают конструкции друг друга, у них такая дружба, такая крепкая связь. Снаружи посмотришь, думаешь, о, какие там люди друг за друга держатся, они друг друга границы не рушают, у них дружба какая-то есть. Хотя если копнуть и посмотреть правду, которая известна только, если ты знаешь всю информацию, которую они никогда не вскроют, потому что цель их союза, альянса, всячески скрывать эту правду, лгать даже во имя, я не знаю, даже за счет самих себя, даже если они деградируют сами, и даже если их жизнь превращается не в что, они готовы возненавидеть других и другой мир. Это следующая стадия, когда они обвиняют других людей и весь мир в том, что там те виноваты, почему они так опустились низко по своей жизни, потому что к этому же все приходит. Они готовы пожертвовать своей собственной жизнью, но главное сохранить веру вот в это, что они правы, и все у них там прекрасно. То есть вот такие альянсы в основном считаются дружбой на сегодняшний день. Вот почему у меня тоже очень сильная борьба, я с этим борюсь, очень тяжело это дается, потому что все люди запрограммированы вот на такую дружбу, абсолютно все. Для того, чтобы создать какую-то другую дружбу, надо людям очень долго объяснять, что дружба это много чего, конечно, там всякие могут быть мотивы, но никак не это. И что форма поддержания иллюзии, взаимная там какая-то лесть, взаимная поддержка негативного и неверного больного мышления, это далеко от дружбы, это враждебность даже, я бы сказала. Таких друзей подальше бы надо держать и вообще близко не подпускать, и лучше их никогда не видеть в своей жизни, как говорится, никому не пожелаешь таких друзей. Тем не менее, внешностно, поверхностно идеальная дружба не подкопаться. И в общем, это во всем в жизни проявляется в мотивах человека, когда ты смотришь в отдельные точки. Потому что да, правда это больше, вот скажем так, если мы разделим как-то духовность, правда это больше мужская категория, истина больше женская. Потому что для вырисования правды необходимо много информации, для этого нужно очень много анализировать, и для этого нужно обладать очень высоким интеллектом, дотошливостью и больше предрасположенностью к рассудительности. Поскольку по природе к этому предрасположено больше мужчины, конечно не все, все разные, но вот общую статистическую картину мы возьмем, то все-таки мужчины больше предрасположены к тому, чтобы открывать эту правду, откапывать эту правду, выкапывать ее как клад, как золотой клад. Они вот копаются, там анализируют, анализируют. Если у них все нормально и здоровое, вот это стремление, они могут через свой анализ выкопать эту правду. Но там нужно очень много информации собрать, то есть сначала нужно собрать огромное количество информации, и им нужно временно обработка этой информации на сбор. Поэтому для того, чтобы правду найти, нужно очень долго ждать, пока нам соберется. Что касается истины, это более женская категория, потому что истина основана на эмоциональном состоянии, когда ты понимаешь, что это есть правда, что вот это вот именно так, и действительно вот это вот. Истина и правда одно целое. Но истина формируется за счет эмоционального вычищения. Чем чище эмоция, чем искреннее она, чем более она настоящая, тем ближе человек к истине. То есть грязными эмоциями с нечистым человек к истине никогда не придет. И это больше женская категория, опять среднестатистически, а это не значит, что мужчины тоже не владеют этой энергией, но среднестатистически у женщин больше развиты чувственные восприятия, эмоциональные, скажем, эмоции. И женщине, в принципе, проще идти к эмоциональной чистоте, у ней в природе это заложено. Как и к эмоциональной грязи, собственно, приходит тоже проще. Это две такие грани одной медали. В общем, противоположности. Ну и, собственно, если женщина вычищает свои эмоции, у нее есть искренние мотивы, чем больше у нее искренний мотив, чем больше она смотрит через искренность, через открытость, тем больше она видит истину. И вот так можно вот правду и истину совместить. Мужское и женское начало. Тем не менее, правду обнаружить бывает крайне сложно. То есть для этого нужно обладать талантом особым. Люди очень блестяще ее скрывают. Они могут ее скрывать поверхностным поведением, разговорами, логикой, различными доказательствами. Конечно, правда всплывает, когда ты выясняешь абсолютно все. Но лжецы очень грамотно покрывают все детали. И когда их очень большое количество сокрыто, правда никак не может существовать. То есть вот это условие правды, что ее нужно выкапывать как клад. Там карта сокровищ. Вы там ищите, можете себе это к технологии применить. Карта сокровищ. Представляете, значит, себе, что правда это клад. У вас есть карта на бессознательном уровне, как этот клад найти. Это ваше ощущение, чуйка. Вы можете выстроить интуитивно, как визуальный клад. И вот дальше по этой карте идете, там квест. Вот здесь нужно этого человека исследовать. Тут надо этого допросить. Тут посмотреть на детали поведения того человека. Тут изучить, как он говорил в разных моментах, как он себя вел. Здесь одно сказал, там другое сопоставить. И вот этот квест детальки, детальки, скрупулезно соединяешь детальки. Но мужчинам обычно это проще дается. Конечно, не всем, но тем не менее. Все-таки это интересно. Если у человека есть предрасположенность, вот люди скрупулезно, детально разбираются, разбираются. Они, как правило, долго думают. Но если принимают за решение, оно у них реально достойно. Интеллектуалы, именно те, кто опору берут за основу логического мышления, они, конечно, в этом плане всегда так себя проявляют, даже если у них негативное мышление настроено на разрушение. Эзотерика, конечно, сама в принципе как направление больше опирается на эмоциональное восприятие. В принципе, у нас с вами здесь логическое восприятие, умственное, меньше работает. Хотя она тоже есть, но по природе своей, потому что магия это эмоция. Но тем не менее, вот такую технологию можно применить с поиском клада. И вы каждую ситуацию разбираете, где же здесь правда. Правда это клад, это алмазы сокровища. Почему? Потому что камни, драгоценные камни, и драгоценность истинная, это искренность. Искренние, правдивые эмоции, чувства, это настоящий клад, настоящий богатство, настоящая драгоценность в нашем современном мире. И вот вы вот этот клад, вот это богатство, вы его ищите, потому что это единственное, что ценно в этом мире. Вся эта ложь и красивая визуальная картина того, как себя люди хотят высылать, она вся гнилая, черная и грязная. И вот мы с вами идем дальше, выяснение мотивов. То есть для того, чтобы понять правду, вы должны осознать, что не каждому это дано даже, потому что для этого нужно иметь талант, чтобы вот так вот скрупулезно разбираться. Ну и второе, нужно знать очень много информации. То есть, чтобы вы понимали, в среднестатистической ситуации в жизни это практически невозможно. Потому что, когда вы имеете дело с людьми, которые никогда не договаривают, не рассказывают правду, свои эмоции, истину, то есть они могут даже жить с вами, но годами вам ничего не рассказывать, и вы не будете о них ничего знать. Даже ваш анализ, он дает какой-то определенный момент восприятия, опять же, для анализа должна быть предрасположенность, не у всех есть предрасположенность для анализа. Подобное восприятие практически невозможно. То есть, ну, это сложно, это очень сложно, не каждый сможет. Поэтому вот просто понять правду, где тут правда, ну, это очень сложно. В основном люди начинают лгать и заворачивать все. То есть, мы начинаем, о, правда так, правда сяк, на логику опираться, но нет. И тут на подмогу нам приходит истина, потому что она затыкает вот это вот. Кстати, истина, она как боевая сила, она борется с попыткой уничтожить правду. Как только правду начинает искажать за недостатком информации, истина, опять же, истины владеют как оружием тоже не все люди. Только люди с искренними эмоциями, чистыми. Как я вам объяснила, только люди, способные чисто и искренне испытывать какие-то эмоции, могут владеть оружием истины. То есть, для истины нужна абсолютная, ну, не абсолютная чистота, но, по крайней мере, на определенном уровне, да. То есть, уровень, где идет анализ восприятия, должна быть абсолютная чистота. Где ты анализируешь там что-то или смотришь на ситуацию, тоже быть абсолютно чистым. Чист, честен и чист. И поэтому здесь тоже не каждый человек сможет владеть этим оружием. Тем не менее, истина способна разрушить любую ложь, не добираясь до правды, потому что чувствует, что это грязь, все, тут все, я просто чувствую и все. Я чувствую истина, оружие истины. Да, ты можешь мне говорить что угодно, ты можешь мне заливать тут. Ну, вот я знаю, что ты врешь и все. Обычно лжецы очень бесятся, потому что им нечего ответить. Я, кстати, так выводила тоже некоторых людей на правду. Когда человек что-то говорит грамотно, даже факты какие-то приводят в доказательства, даже какие-то там переписки, а я понимаю, что, ну, все-то знать там сложно. Там, чтобы вот факты, это же можно кусочек переписки показать. Это же можно там факты одни показать, а другие не показать. Там, чтобы узнать всю правду, надо вот всю эту картину. И вот он факты и доказывает. А я понимаю, что человек врет, и все. И вот хоть убей, мне ничего не надо. Я, соответственно, реагирую на это как на вранье, что это ложь, мне все понятно, и до свидания. И человек бесится, и ему нужно как-то оправдать. И он там меня там и в глупости обвиняет, и там и в злости обвиняет. И что его несчастного жертву обидели, что с ним так несчастно, как жертвы поступили. А я знаю, он врет, и все, брешет, брешет, как сьёя кобыла. Как, ну, неверен, конечно, ну, в общем, заливает, заливает. Это просто видно и все. То есть подобное могут видеть не все люди, опять же повторюсь. Но когда человек все-таки это видит, и если у человека есть способность вот так видеть, там все бесполезно, хоть ты мечи-бисер, там сколько угодно. А потом, когда выясняется, раскрывается обстоятельство, выясняется это действительно так. Потому что были ситуации тоже у меня бытового характера, где там конфликт между двумя людьми, которые мне по делам были. То есть знакомые, я их вообще практически не знала. И не знала, что они там, как себя ведут, и что они за люди. Ну, образно говоря, там что-то примерно, конечно, представляла для себя, но не то, что я прям их знала, все подноготные. То есть это посторонние люди, которых я вижу, встретилась по делу, там, один раз в жизни вообще. И вот у них конфликт, и они ссылаются на меня, что я должна подтвердить, кто там прав, кто виноват. И начинают факт или что-то говорить. Даже если они там всю информацию предоставят, все равно никто полностью ничего не расскажет. Эти люди меня видят один раз в жизни, зачем им там передо мной открываться, всю информацию мне раскладывать. И потом я много чего могу не знать, и не все расскажут. Некоторые просто не догадаются что-то сказать. И не поймешь, выяснить невозможно. Вот так вот, там куча мала. А мне просто вот видно, что один врет, другой врет, но не так и не в этом. То есть видно, что они там вроде как довирают, но в разной степени. Не сразу видно, кто где прав, а кто где лжет. Но опять же, обычно люди очень агрессивно такие вещи реагируют, когда ты начинаешь только «я так чувствую, и все тут». У людей много агрессии, потому что истину как информативную базу не воспринимают. Особенно вот эти вот десторекты, которые владеют логическим умом, потому что правду нужно доказать. Действительно, правду нужно доказать. Вот вся эта история про факты, предостав мне факты, это история про правду, но не про истину. И почему-то истина как инструмент у нас не используется. Ее не существует. Потому что боятся истины. Потому что истина опирается просто на внутреннюю чистоту. Ей не нужны факты, ей не нужны доказательства. Почему у вас иногда возникает ощущение, что вы знаете все, и вам все доказательства мира будут против, а вас все равно не убедит. Потому что истина в этом сильна. Да, если человек чист внутри, поэтому борется с истиной по-другому, с людьми, которые владеют оружием истины, обычно их пытаются разворотить, их как раз пытаются чистоту их загрязнить внутреннюю, и там борьба идет в том, чтобы их эмоционально сделать грязными через различные элементы развращения. Я вам рассказывала в видео, что такое развращение, это не только про сексуальность, это вообще не про сексуальность, это про чувство ложной свободы, потому что эти люди много страдают, испытывают давление, навязывание, и когда им предлагают освободиться от этого и забить на чистоту внутреннюю определенную, вот это идет элемент развращения. С ними тоже система борется, но по-другому, тогда как с правдолюбами система борется так, что начинает ложные информации, информацию не додает, или лжет, или искажает, и у них эта информация не складывается, и они не могут никогда этой правдой добраться, и вечно они идут за ней, идут как путник в пустыне, который никогда не может дойти до правды, то с борцами за истину вот по-другому взаимодействуют, их пытаются вечно разворотить чем-то. Вечно вот смотри на тебя, давят, прессуют их постоянно, создают им огромную эмоциональную тяжесть за счет обстановки окружения людей, то есть вокруг владельцев оружия истины, как правило, скапливаются самые аморальные представители общества, чтобы эмоционально подавлять в семье, среди близких, среди любимых, среди друзей, чтобы они максимально давили, чтобы создать ощущение невыносимого эмоционального состояния, чтобы предложить от него избавиться взамен за вот чистоту. То есть поэтому те, кто борется оружием истины, это люди всегда недооцененные, но образно говоря, так в мягкой степени, но с заниженной самооценкой, потому что у них с детства идет вот это эмоциональное катковое продавливание такого уровня, что невозможно там нормальную самооценку вырастить, она просто как маленькая сень прорастает и сразу втапливают, втаптывают бульдозером, и сложно там вырастить какую-то эмоциональную оценку себя. Но тем не менее там стараются, но как правило эти люди подвергаются очень мощному давлению, прессингу такому сильному со стороны представителей как раз-таки обратной концессии, которые лжеистину предлагают и лжеправду. Лжедмитрий, да, образно говоря. И в общем вот эти два оружия, они вместе достаточно сильны, когда они совключаются, потому что где правде не хватает информации, истина поддерживает. Где истина начинает задавливать, правда ее раскрывает. И вот они вместе друг с другом. То есть правда должна всегда подчеркивать истину, а истина поддерживать правду. И вот у них вот такой альянс и союз мужского и женского рождается. Правда даже вот и все представьте, она голубого цвета, а истина золотого цвета. Этот золотой цвет земли, да, вот он цвет истины, как вы видите. А голубой цвет мужской, цвет космоса цвет неба. Небо и земля, мужчина и женщина в любви. Вот этот альянс создает всегда огромную силу, с которой все пытаются кругом деструктивные представители бороться. Так вот, возвращаясь, ребята, к мотивам. Значит, чтобы прорисовать мотив по правде, это уже отдельная история, это крайне сложно. Но тоже, возможно, я вот миллиард лекций вам выпускаю, буду выпускать. Вот если вы хотите понять правду логически, я никогда этого не исключаю, вы должны переслушать все мои лекции, изучить их детально, быть на всех занятиях, на всех лекциях. Вот если вы такой человек, который вот это делает, присутствует на всех моих лекциях, на всех занятиях, не упускает ни одну деталь, которую я выкладываю даже в качестве мемов, вы скорее в поиске правды находитесь, сокровища, потому что правда только так собирается, у ней другого пути нет. Максимальное количество информации, максимально. Нужно информации очень много, потому что вообще нужно всю информацию получить. Вы знаете, что, наверное, жизни не хватит всю получить информацию, поэтому, скажем, чем больше ты получишь, тем ближе ты будешь к правде. Поэтому нужно участвовать абсолютно во всем. Те, кто ищет истину, они больше именно к физическому контакту, к магии, к волшебству, поближе приблизиться или там подружиться со мной. То есть им нужен эмоциональный чувственный обмен, им нужно понять меня, копировать, научиться эмоции такие же, как я, излучать, что вот они видят, какие у меня эмоции, и у них должны быть такие же. У них какие-то грязные эмоции есть, они должны в себе их побеждать, побеждать на фоне моей чистоты, чистых эмоций, которые я подвожу. Вот эта классическая концепция духовного учителя подразумевает именно учителя истины, потому что истине учат не словесно, не логически, ей учат эмоционально, чувственно. И истине сложнее учиться, потому что ей, когда учатся, очевидно, у человека есть проблемы, потому что если бы у него не было проблем, он бы не учился. А если он учится, у него есть проблемы. Когда у него есть проблемы, все эмоциональные искажения автоматически воспринимают истинную эмоцию агрессивно. У них это система защиты задавить эту эмоцию, напасть на нее и защититься. Поэтому у этих людей всегда вырабатывается агрессия на чистые искренние эмоции. В разной степени они могут на человека переносить, на себя могут эту агрессию переносить, давление на себя. То есть как угодно они ее проявляют, но в любом случае реакция болезненная, очень больная, очень тяжелая. И ученик должен справиться с этой реакцией. То есть сможет ли он победить в себе вот это зло этого демона и невзирая ни на что, ни на этого внутреннего демона, он все равно будет идти за учителем, не понимая ничего. Потому что понять, опять же, правду нужно владеть огромным количеством информации. Если этот человек ученик истины, очевидно, правда, его не самая сильная сторона и логика это не про него. Ну, скажем, он может логически рассуждать, он может анализировать, но не в такой степени, в которой требуется, чтобы действительно откопать этот клад. То есть он пришел сюда за другим. Если он пришел сюда за другим, значит ему требуется другого формата энергии. Ему нужна эмоциональная энергия, а эмоциональная энергия ничем не подтвердится. И никто ему не скажет правды, у него не будет правдивой информации, и он не чувствует истины. И что он должен сделать? Он должен слепо доверять учителю, получается, в данном случае. Если мы говорим про истину, не про правду, запомните, правда, наоборот, требует не слепого доверия, а фактов, доказательств, логики и рассуждений. А истина требует слепого следования, да, потому что человек в данном случае не способен и не может никакими инструментами проверить информацию. У него их нет. То есть если разум, он открыт для всех, и человек может информацию анализировать, собирать, по крупным местам собирать, вот, знаете, механизм защитный разум заключается в том, что он не делает выводов до тех пор, пока он не соберет полный пакет информации, если это делается правильно, если у человека хватает мозгов. В основном те, кто делает легкие выводы, это безмозглые люди. Реально умные люди, они очень долго думают, прежде чем сделать выводов. И это защитный механизм ума, то, что он не делает этих выводов, прежде чем он не соберет весь пакет информации. А у эмоций, к сожалению, вот это слабое место, то, что они сразу делают вывод моментально, так и все, так и все, потому что я чувствую и все. И есть эмоции, которые могут поддерживать истину, есть какие-то светлые эмоции, но человека внутри борьба создается между этими светлыми эмоциями, поддерживающими истину, и этими грязными эмоциями. И эмоции оперируют просто так, и все. Другая эмоция, нет вот так, и все. И вот между собой борется, нет вот так, вот так никаких доказательств, никакой логики. Здесь человек определяется только выбором. Он выбирает, какие эмоции в итоге слушать в себе, и каким эмоциям в себе следовать. А каким эмоциям в себе не следовать, и какие эмоции в себе не слушать. То есть это учение об истине, учение про выбор. Это тяжелее нам дается, не потому что сам механизм более тяжелый, потому что у нас в обществе не принято. У нас про правду, про логику, про факты, а что тут про истину, вообще ничего. Потому что чистоты-то в людях не наблюдается. И понимаете, и не то, что как определить чистого человека. Да все прекрасно мы понимаем, и если не лукавить, мы увидим людей искренних и чистых в каких-то моментах. Может быть не сразу, но в принципе постепенно мы их выявим. То есть это не проблема. Проблема в том, что же делать этим нечистым людям. Потому что эти нечистые люди в основе своей-то и находятся у власти, у возможностей, у денег. И их получается выпянут от власти. Поэтому истина считается более опасным оружием, нежели правда. Потому что даже если правду кто-то узнает, грубо говоря, это можно сокрыть попытаться, исказить информацию на передаче. Если кто-то вещает истину, с этим человеком сложно бороться. Его нужно уничтожать, потому что он эмоционально эту раздачу создает. И там на фоне него сразу все остальные выглядят чудовищами. Просто истина это красота, это чистота. На фоне чистоты и красоты уродство оно проявляется в своем истинном свете. И люди начинают чувствовать себя монстрами, уродами. И конечно начинается бешенство вот это. Соответственно энергия истины она способна убивать даже. Это очень опасная энергия, если ее опустить в общество очень грязных людей, это все равно, что им вколоть какую-то свертку бешенства. То есть вот они вроде прикрытые, да, такие там ходят. А тут им вколоть бешенство и они считают просто уничтожать все, все, что связано там хоть как-то с этой энергией. А если она откуда-то извне, они будут всячески стремиться, скооперироваться, собираться, собираться в какие-то общества, организовывать что-то, чтобы уничтожить эту энергию из внешнего источника. Так у нас и произошло с богом, с божественной энергией, с богами, со старшими братьями нашими внеземными покровителями, когда они помогали или приходили. То есть вот эта энергия чертей нечисти, она под воздействием истины настолько в апогейность превращается, что на грани жизни и смерти ставят на кон себя полностью, лишь бы уничтожить этот свет, даже если придется пожертвовать собственной жизнью. То есть они готовы себя пронести жертву ради уничтожения. Представляете, какая огромная сила сопротивления. Мы говорим, что когда человек приносит себя в жертву, это только хороший поступок. Но вот не всегда, иногда, деструкты тоже могут с собой пожертвовать. Маджахеды всякие и так далее, образно говоря. А суицидники, они это делают, конечно, они там переуплощаются потом, но они обретают силу. То есть это не всегда во благо делается. И не всегда то, что выглядит хорошо, хорошим является. Разобрать это крайне сложно. Вот я вас учу очередному инструменту истины. Это работа с энергиями, работа с эмоциями. То есть магия это эмоциональная энергия. И я вас учу магическому, эзотерической технике. Это по сути работа с истиной. Потому что работе с правдой учить вас не следует. Здесь нам нужно рассказывать как можно больше о логической информации. Чем больше логической информации, чем больше объяснений и разъяснений, тем мощнее и сильнее правда у вас складывается. Но условия правды, я говорю, это вот единственное. Нужно всю информацию впитывать. Ее никогда много не будет. Поверьте, в области эзотерики еще не одно поколение, столетий нам нужно эту информацию открывать. Поэтому здесь нам только вперед и вперед двигаться. Что касается истины, кое-какие механизмы есть. Так вот, если вы представите проявление человека в линейности времени, вы увидите истинное намерение, реально к чему все это ведет. Даже если поступок хороший, вам понятен будет истинный мотив. Даже если человек сам себя обманывает, они обычно всегда себя лгут. Вот эта особенность дистрактных людей, они все делают через самообман. Они же еще и себе врут, и всем окружающим врут. Поэтому подловить их на правде крайне сложно. Потому что правда самое опасное, что может быть для, скажем, создательных, вернее, для деструктивных энергий. Для создательных энергий самое оружие мощное. И поэтому они максимально избегают понимания правды даже с точки зрения самого агента. То есть даже он сам не должен понимать правды. Если он сам хотя бы будет понимать, он будет врать, он уже уязвим. Все это уже, его пробили изнутри. Поэтому он не сможет врать. Он должен сам до конца верить, что это все не так. Поэтому вот эти люди, когда начинаешь говорить, что ты не прав, это ложь, он говорит, да нет, нет, я не лгал, я не чувствовал такого, я не испытывал такого. Потому что и самое, и вот тут показатель как раз, правду он говорит или нет. Если человек говорит правду, и он всегда правдив и стремится к правде, когда ему скажут, что ты лжешь, он в первую очередь задумается, может, я и правда лгу. Надо подумать, проанализировать, допустить эту мысль как вероятность и произвести анализ. И сказать да или нет только после того, как я проанализирую. А если человек лжет, он говорит, нет, я не лгу, у него сразу защитная реакция автоматом, эмоциональная реакция, абсолютно просто нет и все, без доказательств, без доводов, опирающийся на грязную эмоцию, потому что в данном случае ты опираешься на чистую эмоцию, когда говоришь ему, что он лжет. Это эмоциональная тоже отдача, это эмоциональное, вернее нападение, образно говоря, эмоциональное подчеркивание. И тут он эмоциональный нет и все, нет и все. Если человек начинает упираться, защищаться, нет и все, нет и все, или вот я это отойду, мне надо отойти, мне нужно защититься, защититься, все, это показатель стопудово лжет, стопудово лжет. Что тебе защищаться, если ты говоришь правду? Это же как, знаете, в органах расследования, да? Когда человек лжет, он всячески закрывает, покрывает, либо много говорит, либо защищается. А когда человек правдив, он открыт, он всегда открыто все говорит, Говори все, что он думает, высказывать все. Потому что что скрывать-то тебе, если это правда, да? Если ты, допустим, правда не лжешь, если это правда не ложь, что тебе скрывать? Ну говори все как есть, что ты думал, что ты не думал, что ты там анализировал, что ты испытывал, что ты чувствовал. А когда человек лжет, он начинает сразу нет, нет. Но он может это внешне не показывать, конечно. Опять же могут лгать, использовать этот механизм в перевороте. В стиле, а я сейчас начну оправдываться, да, я не пойму, что я лгу. Я не буду оправдываться, я буду говорить, да, возможно, я лгу, конечно, и в этом стиле. А про себя думаю, ага, 10 раз. Или так стопудово нет, я об этом даже думать не буду. Вот это лицемерие называется. Лицемерие это когда ты показываешь вещи не такие, какие они есть. У тебя есть реальная реакция, но ты ее никогда не скажешь в таком контексте, в котором она есть. Поэтому лицемерие это другая ступень, которую мы с вами не обсуждали еще. Про лицемерие тоже, наверное, надо будет поговорить. Но мы сейчас с вами говорим про истину, про силу истины. Так вот, ребята, значит, ваша задача разглядеть во времени. И когда вы определенные поступки конкретные человека, которые повторяются, или которые у него проявляются как, скажем, постоянные, вот разложите во временной шкале, вам будет понятен мотив всего вот этого поведения человека. Конечно, у человека может быть несколько мотивов, у него может несколько линий поведения быть. Поэтому, чтобы понять человека конкретнее, это другая история. Вот мы сейчас с вами говорим про разбор ситуации. Чтобы разобрать ситуацию, нам нужно бы понять мотив в этой ситуации. И тогда мы поймем, кто прав, кто не виноват. Кто виноват, кто не виноват, да. Кто из нас знает, кто из нас дурак, а кто нет, да, как в этом фильме было смешно. Вот мы стоим здесь с тобой, я напротив друга, напротив друга. И каждый из нас знает, кто из нас дурак, да. Вот так же и тут. Чтобы разобрать вот эту истину, вот эту правду, достаточно рассмотреть одну ситуацию. Но если вы хотите понять человека, то это немножко другое. Не путайте это, понимаете, все опять в кучу. То есть, если мы поняли мотив поведения человека в этой ситуации, то мы поняли, что за человек перед нами. Нет, скорее мы можем понять часть этого человека. То есть, в чем-то мы его поняли. Да, действительно, вот тут понятно, если человек, в принципе, на такое способен, то уже о нем что-то говорит. Но все-таки надо понять больше, что из себя человек представляет. Для этого нужно разобрать все его мотивы. В том числе поступки какие-то хорошие, правильные, неправильные, разные неправильные поступки. Если вы разберете разные поступки человека и разные мотивы сложите их, в принципе, практически все вопросы, ситуации, которые у вас вызывают какое-то сомнение, то вы сможете составить картину, что из себя представляет человек. Вот это такой человек. Да, за ним стоят энергии, которые ему помогают, там подпевалы, которые ему где-то подстраивают что-то и так далее. Но сам человек их почему-то выбрал. То есть он почему-то с этим взаимодействует. Человек может измениться, но может и не меняться. У него есть выбор. То есть не забывайте, что при вашем желании как-то на него повлиять, он может не захотеть просто этого влияния. И вам нужно понять, во-первых, что это за человек, чем он руководствуется, почему он слушает теленые деструктивные силы, почему вот здесь он поступает из такого мотива. Очевидно, это не его личный мотив, потому что только голупец будет руководствоваться таким мотивом в личной жизни. Понятное дело, что какая-то сила его там обработала, и он в это поверил. Но, возможно, он просто трус, слабый, или ему так удобнее. Может быть, ему удобнее даже где-то в жертву свою жизнь приносить, но зато за ним будут стоять силы, которые будут его поддерживать и постоянно подпевалы, нежели он от нее откажется и будет один. То есть нужно понимать, что очень многие люди прибегают к неправильным мыслям, поступкам и действиям лишь по собственной слабости. В основном это слабость, трусость и слабость, неумение самостоятельно, в одиночку принять свое решение, отказаться от какой-то энергии и самостоятельно что-то себе изменить, чтобы прийти к другой. Либо самостоятельно, опять же, вот этот момент, даже если человек выбирает учителя и за кем-то идет, и этот человек его подводит, вот этот момент, где он делает выбор, он остается наедине с собой. Потому что учитель это человек живой, который фактически с ним не живет, а даже если живет, он не находится внутри него, грубо говоря. А у человека внутри есть определенные энергии и силы, и люди привыкли быть не одни. Всегда кто-то там ведет, кто-то подводит, хорошие, плохие и так далее, там подобное. Хорошие подводят, тоже подводят для чего-то. Потому что любая сила, которая ведет, она соблюдает и свой интерес. Если вы хотите, чтобы никто не соблюдал свой интерес, а вы соблюдали только свой, вам нужно научиться действовать в полном одиночестве. Но для человека на данной стадии это просто невозможно, в данной стадии самосознания. И вы всегда стремитесь к какой-то силе, к какой-то поддержке. Но вот что самое интересное, момент выбора вы совершаете в полном одиночестве. Всегда. Так было всегда, есть и будет. Вот это единственное, что вы должны в полном одиночестве совершить. Имеется в виду не в физическом. У вас могут там быть друзья, может их и не быть. Но вот это внутри. Внутри вы будете один и не друзья, не какие-то силы. Никто не поможет вам сделать выбор от того к этому. Это вот я помню, когда я тоже выбор совершала, от какие-то деструктивные инопланетные силы меня очень мощно мучили. Я пыталась от них уйти. И у меня там был вот инопланетный друг. Я пыталась на него переключиться как-то. Был там какой-то дистракт инопланетянин. Но в общем, так эта ситуация так создалась. Это видимо тоже энергии. И вот я пыталась переключиться, как-то уйти. И вот эти деструктивные инопланетные энергии там в лице конкретной личности, они не оставляли меня в покое. Там и манипуляции, и издевательства, и так, и сяк. И очень тяжело из этого выйти, потому что давление на слабые моменты, на зависимость, на какие-то аспекты давили именно связи с родителями. Или там вот детское состояние ребенка. И вот это тяжело, тяжело. И вокруг и люди, они все этому потакают. И все вокруг вроде как бы весь мир как-то скооперировался, что вот они все давят, давят. И я все равно сквозь это пробивалась, получается, как одна. Пробивалась, пробивалась. Что-то я выбила там. Я прям реально выбилась. И как-то смогла оторваться от этого всего дерьма. Несмотря на то, что она вот именно, знаете, цепляла не то, что она меня давила, что как я, как жертва. А именно вот моя слабость там вот где-то, ну не знаю, малодушие, где-то неумение вот самостоятельно шаг сделать, где-то вот потребность в помощи, поддержке, которой не было. Вот мне она нужна была, а вот ее прям нет и нет. То есть вот какая-то, знаете, слабость, ну не духовная, психологическая какая-то, где вот тебе нужна рука помощи, а там делается все наоборот, ровным счетом. То есть человек слабохарактерный, не может из этого порочного круга выбраться никак. То есть это как вот если тиран какой-то у вас, я не знаю, тиран, это вы с ним прожили много лет, и те, кто психологией увлекаются, знают, что очень тяжело жертвам тиранов уйти от них. Очень сложно это сделать в одиночку, вообще без чьей-либо этой помощи. То есть если один человек сам по себе, он прямо выходит из этого состояния, практически невозможно, надо быть вам безумно сильной личностью. И вот я как-то вот этот выбор совершила, и потом, когда начала взаимодействовать, вот у меня друг начал мне помогать, поддерживать, он как-то совключается, и он мне говорил такую вещь, что он очень мною гордится. А я никогда не могла понять, чем он гордится конкретно. Я думала наоборот, вот я позорница, там в этом дистракте сидела годами, и еле выбираюсь отсюда, думаю, стыдоба, позор человеческого рассудка и человеческой расы перед инопланетянами. А он наоборот говорит, нет, я вообще был в шоке, как ты смогла взять и уйти, разорвать вот эту связь, там и сама уйти. Это, говорит, просто бешенство какое-то. Ну то есть вот с точки зрения человеческого эмоционального понимания, это, видимо, был геройский поступок. Но я сейчас, может, до конца это не осознаю. Опять же, он меня поддерживает, он очень хороший друг. И такая вот у нас с ним эмоциональная поддержка. Но некоторые вещи я начинаю догонять спустя, а после, и вот он мне рассказал, я понимаю, что да, вот человеку одному крайне сложно разорвать какие-то тиранические отношения, когда вообще никакой помощи нет, в принципе, ниоткуда. И ты переходишь на какие-то нормальные отношения, с кем ты нормально взаимодействия выстраиваешь. То есть для этого нужна огромная внутренняя сила. И поэтому в основном люди, в основном, прибегают к темным вот этим дистрактным конструкциям из-за слабости. Не из-за того, что они не хотели бы жить по-другому. Не из-за того, что им не нравится, что делают, или они не понимают это в каком-то там задней части, что это плохо, неправильно. А из-за того, что они не могут совершить вот этот вот поступок наедине с собой, будучи в полном одиночестве, сделать правильный выбор. Потому что вот заполняется это одиночество уже после, когда ты сделал правильный выбор. Но момент свершения этот выбор абсолютно одинок. Вот это правда жизни. Вот тут так вот, хочешь лучше жизни, ты должен научиться вот это вот переломить. И в основном, чтобы не доходить до этой грани, чтобы не доходить до этого уровня одиночества, люди готовы терпеть всю жизнь вот эти вот дистрактные взаимоотношения, энергии, покровительства и прочее, не выходя за эти рамки. То есть им тяжело, как же так, я там останусь один, я совершенно одна, хотя все будет против, все будет именно сгибать, давить на слабости, невзирая на все это, без помощи остальных. Потому что помощь остальных, она тоже как энергия проникает только тогда, когда человек позволит. А он не может позволить, пока он отдается другим энергиям, он закрыт. Ему, чтобы открыться, нужно оторваться от всего старого и открыться новому. И вот этот момент отрыва от старого и открытия новому, он там типа секунду, да, вроде как, но это не секунда, это происходит крайне долго и длительно, и тяжело для человека. И дается ему это очень сложно. И из-за этой слабости, поэтому, понимая даже, разрушая свою жизнь, понимая, что людей разрушат, понимая, что они делают неправильные вещи или плохие, люди все равно будут идти вот этим неправильным путем. К сожалению, наверное, крайне сложно им в данном случае помочь. Но чем можно им помочь? Потому что здесь не поможет никакое вмешательство, тут невозможно вмешаться, человек закрыт в данный момент. Но можно как-то давать какую-то энергию, мысли какие-то давать. Вот я вам даю рассуждение, логику, правду пытаюсь вам дать, истину вам пытаюсь дать. А люди пожелают, они хотя бы по кусочку могут это брать, если они как-то будут этому открываться. Они могут за это следовать. Уже на какой-то стадии, когда они полностью открываются, они начинают чувствовать поддержку, помощь, светлых сил хороших людей уже, это их подводит. Но это уже стадия какая-то там, десятая. А вот этот сам переход переломный, он крайне болезненный. И тут человек только сам, только сам. Вот это вот факт. И никто ему прям вот реально никто не поможет. Даже Бог в данный момент. Потому что в том числе и воля божественная, свобода выбора. В том числе и это задача человеческой духовности, наверное, силы духовные, чтобы человек как-то обретал чему-то, учился духовную силу, совершать выбор. Выбор за выбор нужно платить. В этом и смысл, что выбор дается нелегко. Он дается тяжелой, мучительной ношей. За него нужно уметь заплатить. И не просто так вы выбрали добро, как многие люди. Я хочу быть добрым, хочу быть добрее. И очень многие люди такие служат дистракту. Очень многие люди такие служат дистракту. Они хотят, хотят лучше жизни, хотят добра. Но они не хотят за это платить. Выбор, который им нужно совершить, требует огромной отдачи. В том числе и в жизни своей. От физически реальной финансовой оплаты, материальной до духовной, энергетической, психологической. Платой ресурсами, человеческим ресурсам, окружением, друзьями. Заплатить еще чем-то. То есть нужно за этот выбор заплатить. Они не готовы платить. И поэтому, собственно, остаются, думая о том, что им хотелось быть в добре, остаются в иллюзиях, во вранье, во лжи, что они служат добру и хорошему. Там рисуют цветочки и бабочки, одевая розовые наряды и красивые заколочки, грубо говоря. Но это ничего общего с добром не имеет. Это просто визуальное сопровождение. А по факту добро это про другое. И добро и правда это тоже про другое. Соответственно, ребята, люди все равно несовершенны, если мы разберем институт истины и правды. Есть люди, которые стремятся к правде. У них нет элемента истинности, то есть у них нет достаточно чистой эмоции, чтобы они могли увидеть истину. Возможно, их эмоции местами грязные. Но они сделали выбор не делать никаких выводов, не совершать поступков, ничего не анализировать, пока они не проведут полный анализ и не найдут правды. И когда они обнаружат правду, они будут следовать только ей. Тогда вы можете сказать, видя такого человека, что я не чувствую им чистоты и прекрасности, но этот человек реально будет правильно поступать, правильно себя вести, и он будет прав. И такова жизнь, что мы не вездесущие. И наоборот, люди с истиной, которые чувствуют, как правильно, понимают, у них чистое состояние, но они не могут логически выстроить, они не могут объяснить, у них каша мала. Говорят они полную фигню, не можете связать их речь. Даже их спросили, они не могут факты перечислить какие-то. И вы посмотрите на них, ну а что ты ссылаешься, у тебя даже нет никакого вообще понимания, никакой логики, никакого рассудка. Но при этом они ссылаются на истину. То есть и мы скажем, что у человека каша в голове, что у него бардак, что он дурак какой-то, но он говорит истину. И вот, понимаете, мы окружены вот таким вот, такой историей, потому что люди парные существа, нам нужна любовь, нам нужно мужское, женское начало. Из-за разрыва мужчины и женщины произошла вот эта вот история, теперь мы видим вот одно, не видим другого. И на этом спекулируют темные силы, что вот человек, который реально хороший, к правде стремится, грамотный, умный, начинает тыкать в его нечистые эмоции. Но они у него есть, но не про них-то речь. Важно, что он сделал выбор, не их ставить на первое место. Или наоборот, человек искренне чистый, ну вот светлый человек, чистый, начинает тыкать в его рассудок, что он глупый, не соображает, там он тупит, и это, и начинает тыкать вот его рассудок, темные силы. И раз он такой глупый, значит чистым искренним он быть не может, как будто для этого ум нужен, чтобы быть искренним и чистым. Искренне чистота это одно, ум это другое. Конечно, они могут взаимодополнять, но все-таки это разные вещи. И вот никогда не попытайтесь на эти трюки. Когда говорят, вот он тупой, но может он добрый, вы разберитесь, что там еще есть, помимо тупости. Когда говорят, допустим, ну скажем, с грязными эмоциями, с какими-то грязными посылами, вы разберитесь, о чем он думает вообще, и что он делает. Может он поступает-то правильно, но и что, что у него там эмоции, он же там работает на самом процессе, мы же все в процессе, в работе над собой. То есть крайне редко вот эти два элемента сочетаются. Вот более-менее, допустим, во мне эти элементы сочетаются, я не сказала бы, что я прям идеальна, но вот у меня прокачан более-менее больше среднестатистически и интеллект, и внутреннее состояние. Среднестатистически у человека в равной степени интеллект и внутренняя чистота настолько равной степени не прокачаны. Я не говорю, что они наравне у меня, но в такой степени именно, чтобы они между собой хоть какой-то противовес имели. И поэтому, когда такой человек встречается, все думают, о, как круто, как круто, он что-то вещает, что-то говорит, великие знания нам передает, потому что у меня этот механизм внутри есть, со включением мужского и женского, я могу где-то себя поддерживать, где-то правды, где-то эмоции, и вот я за счет этого силу какую-то имею, чуть где-то поникла, у меня там рассудок пошел, чуть где-то запуталась, у меня там эмоция пошла. И так вот за счет этой силы выдается эта мощь. И сразу визуально выглядит человек более здоровым. В принципе, все такие люди должны быть, но для этого нужно много-много поколений восстановления генетики человеческого, соединения мужского и женского начала. У нас настолько разрушены отношения, что крайне сложно вообще вот это все привести в порядок внутри. Поэтому сначала нужно, наверное, заняться лечением мужско-женского, вот это вот любви, вот отношений, вот когда мы вылечим это, тоже дорога к тому, чтобы разум и эмоции у нас как-то равнялись. Но пока что это сложно нам получить. Так что, ребята, применяйте вот эту технику, но помните, она оценивает только один аспект человека. Чтобы узнать человека полностью, надо шире смотреть на ситуацию, полностью анализировать. Также вы, конечно же, можете разбирать и себя. Вы также можете взять свою эмоцию в поступки как энергию, просмотреть ее прошлое, ее будущее и к чему это все ведет. И вы увидите, к чему приводят эти ваши эмоции, что в итоге это какое-то бессознательное поведение по саморазрушению. Но, чтобы понять, почему вы себя так делаете, себя так ведете, вот я вам в конце объяснила, недостаточно просто знать, что у вас есть разрушительные эмоции. Вы думаете, ой, надо ее убрать. Так это не будет работать. Вы должны понять всего себя, почему вы в принципе, почему вы такие эмоции поддерживаете, что вас вот этому следует. И вы узнаете какие-то слабости свои, на которые в первую очередь надо обратить внимание. Не на эту эмоцию, не на это стремление к деструктивности, а на что-то в вас, что не дает вам совершить более правильный выбор и сделать этот выбор внутри. И вот после того, как вы его сделали, уже потом вы с этими эмоциями и прочими работаете. Это как раз та самая история, когда люди не могут выбраться из какой-то черной магии, из каких-то деструктивных обстоятельств, проблемной жизни. Вот они сидят там в каком-то же, грубо говоря, минус 100 уровне и не могут они из этого уровня выползти. И вот они колдуют и делают, там и деньги вкладывают, или не вкладывают, а много работают. И думают, что если они не будут много работать, или много вкладывать деньги, или много колдовать, у них будет результат. А она нет. Вы можете обколдоваться всю свою жизнь, вы можете вложить миллиарды денег, вы можете пахать с утра до вечера и быть добросовестным работником. Но вы отдачи за это не получите, и по делу вам будет. Потому что это все поверхностное проявление. Все эти действия, поступки, работа, ваша деятельность, это все поверхность. А внутри-то вас сделать надо всего один выбор. Все эти действия прилагаются к выбору. Понимаете, это приложение, а не основа. Если выбор изначально поддерживать вот этот уровень жизни, вот эти страдальчески несчастные деструктивные энергии, или что в вашей жизни происходит, что бы вы ни делали, вы из этого уровня не выйдете. И никто вас не спасет. Потому что, напоминаю, вот этот выбор мы делаем в одиночестве в полном. И крайне сложно из этого выскользнуть, как-то выбраться. Да, помощь может быть, но вас не вытащат именно за шкирку. Вам вот в стиле, вот хочешь, не хочешь пирожок, бери. Но вы до этого пирога должны дойти, доползти, взять его, съесть, прожевывать. За вас никто не будет. В глотку вам его засовывать тоже никто не будет. Потому что, к сожалению, очень многие помощь подразумевают именно под этим. То есть вот они ничего не могут сделать, не могут совершить выбор, не могут изменить себя, не могут даже изменить свою эмоциональную ситуацию. Но вот ты наколдуй так, чтобы жизнь сама вся изменилась полностью, кардинально. Все поменялось. А они при этом шага не сделают внутри себя. Ни одного. Ну так им лучше настроение будет, а какой-то шаг у них небольшой. Шаг должен быть с платой за выбор. Запомните. Если вы говорите, я сделал выбор, как некоторые говорят, выборы вы сделали тогда, когда вы заплатили огромную цену сами. Не вам ее принесли на блюдице. Не вам дали эти деньги или что-то. Вы сами заплатили своим моральным состоянием, своим окружением. Вы сделали тяжелейший выбор сами в одиночестве. Да, помощь была, но она была в стороне, как указание, совет, наводящая, какая-то энергетическая небольшая подводка. Оно было вот так. Она в стороне есть, но вы самостоятельно, полностью сделали этот шаг, тяжелейший шаг в вашей жизни, страдальческий, мучительный. Выползли из этого, а потом пришли к чему-то и начали что-то делать. Вот когда выбор сделан. То есть если у вас ничего такого тяжелого, ужасного, сложного для вас не было, то никакого выбора, скорее всего, вы не делали. Нет этого выбора. Выбор очень тяжело всегда дается. Он дается огромными страданиями. Изменение выбора человека дается очень тяжелыми страданиями. И, как правило, выбор меняется годами. То есть некоторые вещи перелистнуть можно очень сложно и тяжело. Я, например, тоже, когда вот у меня недавно, я этот опыт про инопланетян рассказываю, да, вот недавно эти инопланетные энергии. Вот этот выбор несколько лет и через тяжелую ломку. И вы знаете, какая у меня ситуация тяжелая была и как мне сложно было. Но вы многого не знаете, конечно, как у меня внутри это происходило. Это была огромная цена за этот выбор. Соответственно, ребята, вот это вам тоже, понимаете, подсказка. Если вы считаете, что выбор сделали, где эта великая плата и страдания? Ну, это, образно говоря, не к тому, что надо страдать. Это, конечно, в кавычках. Дело к тому, что это тяжело. Тяжело это. Это правда, тяжело. Тяжело каждому. Особенно тяжело, потому что это одиночество полное. То есть ты должен сам это сделать. Помощь, она всегда где-то за кадром, потому что она не может подобраться к тебе. Не потому что она плохая или специально отходит. Так устроен мир. Вот. И поэтому, если вы когда-нибудь в своей жизни вот это пережили, переболели, перестрадали, перевымучились, тогда у вас выбор меняется. Бубубубр, да? Бубубр меняется. Вот. Потому что, ребята, заговариваясь даже уже, многие люди, которые чего-либо достигли в жизни, они многие рассказывают про очень тяжелый период в своей жизни до этого, когда они тяжело через ломки, страдания, унижения, нагибательства, пахарства шли к этому. Не все про это рассказывают. Не все говорят правду. Многие лгут. Но те, кто рассказывают этот период своей жизни, они говорят правду. Вот это действительно так. Чтобы перейти с точки А в точку Б, где они сейчас оказались, им нужно было перейти в этот жизненный период. И никогда это гладко-мягко не должно было быть. И нигде оно никогда не будет. И все люди, достигшие каких-то великих событий в своей жизни, достижений, каких-то достойных, настоящих достижений, имеется в виду, не каких-то там дистрактных, они проходили тяжелейшую порку в своей жизни, тяжелейшие экзамены, тяжелейшие испытания. И вот это самое интересное, про что стоит слушать, про что стоит узнавать, чтобы вас это поддерживало, вдохновляло, мотивировало как-то. Поэтому я и стараюсь про свои проблемы рассказывать вам побольше, потому что я надеюсь, это вас будет мотивировать. Я, конечно, не про все рассказываю, потому что не все проблемы. Я не знаю, как правильно рассказать, чтобы они были правильно поняты и правильно разложены. Но возможно спустя время какие-то проблемы, которые меня уже менее эмоционально цепляют, я могу вам рассказать как в прошлом было, чтобы в будущем вы это взяли за основу того, как вот пробираемся мы сквозь тернии к звездам. И вот здесь самое главное как раз момент берет начало, почему люди так любят слушать и смотреть вот эту социум дрезню, эти социумные трусы и прочее. Почему людям это так нравится? Потому что в основе человеческой психики лежит желание получить подсказку, как им нужно себя вести. И иногда, когда мы смотрим эту социумную грязищу, там бытовуху или прочую, там кто на кого наехал, кто там с кем там, обсудим, поругался и так далее, люди погружаются в это, ставят себя на это место, анализируют. И вот это та самая подсказка, чего нужно, чего не нужно делать, как нужно себя вести, как не нужно себя вести. Вот смотри, он себя так ведет, вот он к чему привел, вот смотри, вот это ведет, вот к этому привел, ты должен менять свое мышление. И познается именно это вот на таком низком социумном уровне. Но, образно говоря, низкий уровень, я не считаю никакие уровни низкие, это опять же восприятие нашего общества такое. И поэтому очень необходимо анализировать подобные моменты. Я, кстати, люблю очень смотреть иногда всякие такие трешовые, знаете, проекты социумного порядка, где там рассказывают про жизнь других людей, как они там живут, плохо или хорошо, или к чему они пришли, к чему не пришли. Я наблюдаю за ним, мне очень интересно наблюдать за их мышлениями, о чем они там думают, как они думают, чем они все живут. Чтобы как-то вот соединение с людьми иметь, с социумом, понимать, что происходит в мире, что там вообще происходит, какие люди бывают, чем они мыслят. И начинаешь лучше понимать людей, начинаешь лучше понимать ситуацию, начинаешь лучше понимать себя, начинаешь лучше понимать свою жизнь. Конечно, для того, чтобы так смотреть эти мусорные шоу всякие, нужно обладать интеллектом. Я понимаю, они все это смотрят с этой целью, но мотив того, почему желание возникает у человека, заключается в этом. И вот люди борются, осуждают, зачем вот другие смотрят все эти мусорные шоу и так далее. Но они не понимают, что у людей потребность есть. Да, они неправильно интерпретируют эту информацию, они не умеют с ней работать, но потребность это изначально нормальная. Поэтому, если мы видим у человека потребность к чему-то, нужно осуждать не контент, нужно разбираться, почему эта потребность у человека не приходит к чему-то созидательному и конструктивному. Почему она в итоге спускается в что-то деструктивное. То есть некоторые смотрят это для того, чтобы наоборот подчеркивать и подпитывать свои, скажем, деструктивные моменты. Говорить, ага, вот я лучше, значит я не совсем плохой, значит я меняться не буду, в лучшую сторону развиваться не буду. То есть есть и такие моменты, есть и такие причины, и мотив важен, зачем и почему. Поступок один и тот же, а мотив очень важен. Поэтому, ребята, надеюсь эта техника позволит вам лучше разобраться в мотивах. Надеюсь вы ближе будете на одну ступень к правде. Надеюсь вы дальше будете стремиться ко всему. Ну и впереди у нас новые лекции, новая информация, новое раскрытие правды. Максимально, максимально все ячейки я буду раскрывать. У меня, как вы увидели те, кто смотрит и наблюдает, я сделала вам подарочек 14 февраля по многочисленным просьбам. Лекция будет в записи, потому что я 14 февраля, конечно, не смогу читать вам лекцию, но тем не менее, все-таки подарок вам будет. И следующая у нас лекция в этом же месяце, это устройство тонких тел. Это очень важная информативная лекция общего характера, которую нужно знать всем для развития кругозора. Вы должны понимать, с чем мы имеем дело. Вообще, для развития кругозора нужно собрать определенный базис лекций. Я еще пока их не засняла, но они у меня в планах. Наверное, нужно сделать общие кругозорные лекции насчет того, как устроен мир, что такое Бог, что такое другие измерения, что такое тонкие тела, чтобы какую-то картину общую составить. Но потихоньку, потихоньку к этому будем идти. В основном, все, что я хотела сказать в этой лекции, но не все, что я хотела вам сказать вообще. Еще очень много информации. Следите за всеми мероприятиями, подписывайтесь на телеграм-канал. Я выкладываю магические знаки, различные приколы с подтекстом и магический заклад всего. И вся от бытовухи до высокой духовности, все это единое целое. Нам нужно с вами восстанавливать себя, исцелять общую картину мироздания, чтобы двигаться к счастью, к волшебству и к истинной самореализации человечества в этом мире. Вот всем удачи, любви и до новых встреч! Странная вещь. Время удивительная штука. Когда ты молодой, у тебя полно времени. Разбрасываешься именно лево-направо. Пару лет туда, пару лет сюда. А потом становишься старше, и вдруг, господи, сколько мне осталось 35 зим. Только подумай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok